Доброго времени суток моя семья, моя интернет семья, все кто только что ко мне присоединился, всем доброго времени суток. Сейчас покажу вам, как я делаю имбиротерапию и что для этого, какие ингредиенты я использую. Новые, абсолютно новые и также не менее полезные для того, чтобы почистить, хорошо почистить кровь и почистить печень. Кроме этого, насытить кровь правильными минеральными микро-макроэлементами и витаминами. Значит у нас будет, во-первых, вот Настя, я как раз рассказываю, Настя показывает, первый имбирь, дальше у нас будет алоэ вера, покажи. Вот такой вот помытый лист большой, мы будем брать оттуда гель. Дальше калина обязательно, а основа, основа у нас будут гранатовые корочки. Вот эти гранатовые корочки мы будем использовать и вот эти гранатовые корочки у нас все пойдут в баночку. Вот мы их утрамбовали, гранатовые корки, плотно-плотно-плотно. Почему гранатовую кожуру? Потому что гранатовая кожура, вот я только что рассказывала Насте, но забыла включить камеру. И вот сейчас включила камеру и говорю, что она по содержанию антиоксидантов обогнала даже гранатовые зернышки. Именно гранатовая кожура. В ней есть дубильные вещества, минералы, микроэлементы, но самое главное большое количество антиоксидантов и кислоты. Что там еще есть, чтобы вы знали. В состав корок, именно корок граната, туда входят у нас лейцин, лизин, трианин, витамины группы Е, все витамины группы В. И минералы, вяжущие средства, которые очень полезны для микрофлоры кишечника. И самое главное, конечно, мы делаем вот это лекарство для крови. Почему для крови? Потому что я вот рассказывала Настеньке, что там у нас мощные витамины, антиоксиданты, противовоспалительные вещества, которые убирают любой воспалительный процесс. Одновременно антиоксиданты, которые в кожуре, они выводят яды, вредные вещества из организма и таким образом очищают именно печень. Дальше. Народная медицина применяет отвар гранатовых корок, но я не советую отвар, потому что когда вы варите, уже все витамины, все минералы, все полезные вещества уходят. Поэтому, Настенька, варить я тебе не советую. Вот. Можно сделать отвар для масок. Вот ты видишь, что здесь косметолог Алия Шаламберидзе. Вот она показывает, что нужно делать маски из кожуры. Ты перемалываешь кожуру, ты перемалываешь, завариваешь ее с этими овсяными хлопьями, добавляешь туда оливковое масло, несколько капель, 5-7, добавляешь туда сметану и наносишь на лицо. Все. Вот. Вот это вот косметолог советует. Вот. Дальше. У кого геморрой, обязательно. Именно из гранатовой кожуры нужно делать себе лекарство. Порошок делают из сухих корок. У меня, ты видела, сухие корки, гранатовые, вот они, они входят в состав практически всех чаечков. Вот. Вот они у меня. И вместе с косточками, потому что косточки, вот покажи, возьми. Да. Косточки, они не менее полезны, вот эти косточки. Они очень полезны. И вот чаечки у меня вот так выглядят. В них есть все. И, конечно же, в них есть гранатовая кожура и гранатовые косточки. Потому что они настолько полезны, что... Ой-ой-ой. Так. Убираем это, эту всю красоту. И дальше продолжаем. Что я сделала? Я утрамбовала вот сюда. У меня нету столько меда, и поэтому я в этот раз использовала сахар. Для того, чтобы вот я утрамбовала, и уже пошел сок. Вон он там. Вот сейчас я даже могу набрать. Хотя я только-только буквально недавно утрамбовала гранатовые корочки. И уже видишь, да? Сок. Да. Вот он, вот он поднимается. Видишь? Смотри. Видишь? Вот. Потом я положила сахар. Потом я положила имбирь тертый. Дальше я опять сахаром. Потому что мне нужно, чтобы через сутки образовались пробиотики. Они питаются сахаром. Вот этот сахар, если ты этот сахар просто съешь, размешаешь в чай, ты получишь сахарный диабет. А если ты подождешь, пока вот тут вот этот сахар начнет бродить, пенка появляется, это образовались пробиотики. Те нужные нам микроэлементы, живые микроорганизмы, которые будут попадать к нам в организм. Слышно-кишечный тракт. Да. И восстанавливать желудочно-кишечный тракт. Понятно? Вот для чего нам нужны пробиотики. Так. Теперь я положила следующий слой. После граната, имбиря я положила калину. И вот я трамбую. И, естественно, я досыпаю еще ложечку сахара. Все. И дальше трамбую. Трамбую. Теперь мне нужно разрезать на две части вот этот шикарный лист алоэ вера. Но алоэ вера не алоэ столетник, а алоэ вера. Почему я использую алоэ вера? Даже есть такие питьевые напитки, которые обманывают людей, продают ерунду всякую. А в химический состав там алоэ вера особо и нет практически. Алоэ вера вообще уникальный продукт. Вот Настя видит, что у меня растет огромное количество на подоконниках алоэ веры. Я всегда-всегда, везде-везде и деток, и размножаю обязательно. Это у меня обязательный продукт питания. Он огромный, вот как ладонь. Он как ладонь у меня. Для чего я его использую? Во-первых, это уникальный продукт питания. Но не путайте его со столетником. Вот эти все витамины, вот эти все витамины, это все рядом даже не стояли. Это синтетика. Но их можно употреблять за неимением. Если нету у вас ничего под рукой. Например, вы находитесь в каких-то местах, где невозможно это сделать. Вы в походе. А вам надо употреблять витамины каждые. Вот тогда вы берете вот это. Это сода. Это содовые таблетки, но со всем комплексом витамин. Это хорошая вещь. Утром натощак. Но это синтетика. Это то, что может откладываться у вас в почках. Это то, что может откладываться у вас в печени. Это синтетика. Это не живое. Поэтому оно рядом не стояло совсем с этим. И поэтому обязательно делайте живое. Вот это. Вот это живое. Когда вы живете дома, когда вы не в походе, как некоторые, тогда вы обязаны делать. Если вы это не делаете, значит вы ленитесь. Вам легче проглотить вот эту таблеточку и подумать, что оно вам поможет. Не поможет. Итак, что же у нас в алоэ вера? В алоэ вера у нас витамин А. У нас витамин Е. Кстати, витамин А это антиоксидант. Защищает кожу. Это витамин красоты. Вообще АЕВИД это витамины красоты. И вот они рядом. Витамин А и витамин Е. Дальше. Витамин С. Ну С понятно, чтобы не было морщин на лице. И вообще он жизненно важный антиоксидант. И он улучшает сжигание жиров. И он укрепляет иммунную систему. И, конечно же, с инфекциями борется. И огромное количество витамина С противораковое. Дальше. Витамины группы В. Витамины от стресса. Они активируют обмен веществ. Головной мозг, нервы. Вот за это витамины В отвечают. Вы станете спокойнее. Нервная система прекрасна будет в стани память. Самое главное память. Чем старше мы становимся, тем быстрее мы теряем память. Нам нужен витамин В. Следующая идет фолиевая кислота. Она особенно важна тем, кто беременный. Без фолиевой кислоты никогда ничего хорошего не получится. Потому что это предотвращает развитие у ребенка расщепления неба и губы. Знаете, бывает вот такая зайчья губа. Вот фолиевая кислота. И когда говорят алоэ вера. Вот, девочки, кто меня сейчас слышит. А вот без этого продукта никак не получится. Надо обязательно употреблять. И беременным тоже можно. Вот. Вот эту вот смесь. Одну утром натощак ложечку. Все. Вы себя обеспечили всеми этими витаминами. Потом бета-каротин. Холин. А холин важен для головного мозга. Улучшает способность нервов к передаче импульсов. А минералы какие-то. Это мы про витамины сказали. А минералы. Они важную роль играют. Кислот на щелочном балансе. Это что? Кальций. Магний. Калий. Натрий. Кальций. Что делает? Если у кого аллергии, судороги, проблемы с костями. Вот эти все ревматизмы. Нужно кальций. Но какой кальций? Опять человек идет таблетку, покупает кальций в таблетках. Выпивает и думает. Опа, все. Нормальный, если окать. Нет. Творожок домашний. Вот вчера я вам давала. Домашний творожок. Это мусфер. Кефирчик домашний. Вот у меня стоит всегда. И, конечно же, он есть вот здесь. Представляешь? Вот в этом продукте он есть. Дальше. Магний. И чтобы ломкость костей не была. Это кальций. Магний против стресса, мигрени, судороги, повышенное давление. У кого запоры, нужен магний. То есть алоэ вера. Дальше. Натрий. Ну, натрий это клеточка. Клетки дышат. Клетки дышат. Кровообращение. Вот это наши полезные вещества, которые мы добавляем. Это как удобрение. Вот организм, так же как и растения, требует удобрения. И мы его удобряем. Поняла, чем? Дальше. Энзимы. Что такое энзимы, которые есть в алоэ вера? Вот эти энзимы, они ускорители реакции химических процессов в организме. Чтобы метаболизм быстрее, чтобы не откладывались жиры, чтобы все быстро проходило. Хорошо, меньше щаса. Вот это энзимы нам нужны, да. Здесь есть и моно, и полисахариды, есть глюкоза для мозга хорошо. Дальше. Аминокислоты. В алоэ вера содержится почти полный спектр аминокислот. И благодаря им инфекционный лор, заболевания, бронхиты, гриппы, все виды. Причем вот этот вот ковид, который появился, он в том числе. Почему, я не понимаю, почему врачи... Так, сейчас я зайду, не знаю, меня слышно или не слышно. Почему врачи не говорят делать такие смеси? Как ты думаешь? Почему врачи... Ну, они хотят, чтобы мы использовали, конечно же, их аптечный спектр. Конечно, потому что у них подписаны контракты, они имеют проценты с фармацевтами. И совершенно им невыгодно, вообще невыгодно, чтобы люди делали вот такие бомбические эти. Но самое интересное, но это не всех врачей, конечно, касается, а врачей-рвачей. Про рвачей я говорю, не все же такие врачи. Например, в моей семье врачи были уникальные. Они старались все делать для людей. Такие люди у меня в семье. У меня все врачи так получилось. Что? Сестра врач. Моей сестры муж врач. Моя мама врач. Не медсестра, нет, а врач. Врач, врачи. И все врачи, вот такая, вот видишь, вот, Настя, видишь? Вот это вот слизь, вот эта смесь, вот это гель алоэ вера. Вот это настоящий гель алоэ вера. А зеленую мы убираем штуку. Она у меня зеленая. Вот. Он белый. Гель алоэ вера, он вообще-то вот такой. Видишь? Он беленький. Мы его тоже там растолкуем. Прямо там, чтобы все-все вещества туда ушли. И вот такой вот один лист у меня на такую баночку, сколько тут грамм? Наверное, грамм восемьсот. Ну, литра нет. Вот это не литровая банка. Она меньше, чем литровая. Но больше, чем полулитровая. Вот. И вот, видишь, вот эти, вот это вот все настолько полезно. Настолько полезно. Вот представь. Вот. А вот это у меня пойдет, вот эти остатки. Это на масочку для лица. Представляешь? Вот. И вот я. Вот это ты видишь, что ты положила. Настоящий чистый продукт алоэ вера. Они, ты видела, сколько стоит алоэ вера напиток? Около пятисот гривен. Вот, пятьсот гривен. И ты не знаешь, что ты взяла там, правильно? А вот мы, настоящий продукт растет на подоконнике. Но дело в том, что вот этот вот листочек, он прежде лежал в холодильнике. Десять лет. У меня всегда в холодильнике. Или в холодном месте. Например, вот там. Вот там. Вот там в холодильнике. В моем приходе. Вот там прихожка. Мой прихожка. Там у меня продукт этот лежит. В холодном месте должен полежать. Вот после этого, через семь-десять дней, его можно вытаскивать. Так. Вот. Теперь что я делаю? Теперь я опять его засыпаю сахаром. Сейчас он весь даст сок. Сок. Я его еще, может быть, прямо там ножом потыкаю. Так. Вот так, чтобы он прям проник. Аж туда. Вот. И с гранатом соединился. И с калиной. А мы про калину, наверное, не говорили ничего. Да? Мы сказали за все. Мы за калину-то не сказали? Да? За калину. А за имбирь? За имбирь. Ну, имбирь, он мощнейший, конечно. В нем все витамины, минералы. Там А, В1. Вообще, В там все на В есть. В1, В2, В5, В6, В9, В12, С, витамин С, Д, Е. Вообще, я про имбирь. Это отдельная тема у меня есть. Я там все рассказала про имбирь. Имбирь это уникальный продукт. Уникальный. И представь, где ты вот эти продукты возьмешь? Нигде. И люди пренебрегают. Люди пренебрегают, имея калину. Они пренебрегают. Они, у них, я вот сейчас иногда проезжаю мимо сел. Вот с прошлого года, как висела калина, так висит. Да, растут такие. Растут большие кусты. И никто не собирает. Я в шоке просто думаю. А потом они жалуются там. Они болеют. А как, конечно. Им не нравится вкус. Сделать нужно правильно продукт. Если вот вы делаете вот эту утреннюю смесь бомбы, вы никогда болеть не будете. Никогда. И потом, вот то, что я показала, это самый изумительный состав. Это исключительный состав. Скажем так, это исключительный. Алоэ вера, имбирь, гранатовые корки и калина. Все в равных количествах. Перемешиваем, кладем. Можно там чего-то больше, чего-то меньше, как вы хотите. Вот. Но у людей может не быть, например, алоэ вера. Или у них может не быть гранатовых корков. Они могут брать и делать из чего-то другого. Например, лимон прекрасно заменяет калину. Вот калины, если нет, можно заменить лимон. Если нет имбиря, есть корень куркумы, они идентичны. Если нет корня куркумы и нет корня имбиря, знаешь, чем можно заменить? Корень аира. Аир болотный. Аир. Я его выкапываю, хожу. У нас на озере, ты знаешь, там растет аир. И в лесу я выкапываю. То есть можно заменять калину лимоном. Есть у меня все эти рецепты, где я заменяю одно-друге. Эти все рецепты у меня есть на канале. Называется плейлистик, когда заходят ко мне на канал. Называется плейлист имбиротерапия. Канал на Кэтрин Докс. Я повторяю, кто не подписался. Вот, кто не подписался, подпишитесь. Кэтрин Докс. И, конечно же, жизнь ваша, в плане качественная жизнь, качество здоровья, будет совсем иначе выглядеть. Здесь я вот и крема делаю, кремики разные, всякие. Я люблю. У меня очень много масок, кремиков, всего-всего. Вот на плейлисты мы... И вот на плейлисты я нажала, и вышли все плейлистики. И здесь как журнал читаем. Например, вот мой итальянский дворик Диана. Или там книги мои, то, что я начитываю вам, то, что входит в книги. Здесь добавки и БАДы уникальные. И вот здесь есть тоже. Или, например, фито-книга. Здесь про растения конкретно я говорю, про имбирь тут есть. Уход за волосами. Здесь зубы, десна, ротовая полость. Вот как я хожу, травы собираю, например, и есть тоже, и рассказываю. Или, так, или, например, что такое? Не поняла. Так, сода. Сода. Я пью соду. Здесь и сода есть. Чего здесь только нет. Энциклопедия лекарственных растений. Даже есть мои парфюмы. Как победить рак. Здесь есть. Все о детях, их здоровье. Это вы просто... Вот косметика разная. Болезни из лечения. Юмор есть. Ну, как будто вы листаете журнал. Здесь есть все. И хобби. Вот уход за лицом. Здесь вообще все есть. Уход за руками. Ну, сейчас, правда, мои руки я пахала. И, конечно же, ну, в ближайшее время приведу в надлежащий вид. Вот неумывакин. Иван Павлович. И здесь и сода. Вот имбиротерапия. И вот вы, когда входите в имбиротерапию, здесь у меня разные баночки, которые я показываю, как я могу делать какие-то компоновки с имбирем, менять. Именно вот эти уникальные биологически активные добавки, которые полностью исцеляют от всяких вирусов и заболеваний. Их нужно употреблять как профилактику, вот как эти лекарства утром натощак. Так, сейчас еще. Вот, уже досыплю. И полностью сок выйдет. И он пойдет на поверхность. И, Настя, он начнет бродить. В теплом месте я буду держать сейчас. Вот. И начнет бродить. Все. В этот момент я могу поставить в более прохладное место. И каждый день я пью по ложке. По ложке этой смеси. А саму смесь можно добавлять в чай, водичку, в любой напиток. В теплую водичку положила, вот тебе чай теплый готов. Вот и все. Вот такая вот уникальная вещь, которая замечательно чистит кровь, чистит печень и почки, и весь наш организм. И кровь наша получает максимальное количество витаминов, микро-макроэлементов всего самого лучшего. Вот так. Ну, а я желаю всем здоровья, благословить. Всем пока, Настя. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok